Это средний набор учебников на один день для семиклассника. Прибавьте сюда тетради, ручки, карандаши, сменку, мобильник, физкультурную форму, яблоко для перекуса. И ваш ребенок уже тянет на себе килограммов 5, а то и 6. А между тем, официально вес и габариты школьного ранца строго регламентируются федеральным законом о защите прав потребителей, техническим регламентом Таможенного союза и СанПином. По этим данным, вес рюкзака младших школьников не должен превышать 2-3 килограмма, а для детей постарше соотношение веса портфеля к весу ребенка должно быть не более 1 к 10. С вопросом, на ком лежит ответственность за реальный, а не идеальный вес ранца, мы обратились в Роспотребнадзор. Ответственность лежит и на родителях, и на администрации школы, поскольку неправильно составленное расписание ведет к тому, что будет большой набор учебников и превышение граничной допустимости массы ранца. И также на родителях, которые могут покласть в ранец слишком много дополнительных вещей для ребенка. Иными словами, если вы, как родитель, не перегружаете портфель своего чада игрушками и вкусняшками, а он все равно тяжелый, то вы имеете полное право призвать к ответу школьное руководство через управление образования или даже через суд. Конечно, к крайним мерам следует прибегать лишь в крайнем случае, ведь и учителя, и директор школы должны быть в курсе этих норм. Эти нормы утверждены САНПИНом по общеобразовательным организациям. Там указаны требования к составлению учебного расписания и составлению недельной нагрузки. Максимальный вес одного учебника не должен превышать 300 граммов для первых-четвертых классов, 400 для пятых-шестых классов, полкилограмма для седьмых-девятых классов и 600 граммов для десятых-одиннадцатых классов. Для школьных рюкзаков свои требования. Регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической и токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены портфели и ранцы. Длина ранца должна быть не более 360 мм, а ширина не более 100 мм. Всегда помните, лучше, чем вы, о вашем ребенке никто не позаботится. Сейчас в продаже великое множество тетрадей и концтоваров. Выбирайте их внимательно. Не ленитесь периодически взвешивать портфель ребенка. Покупайте детям дневники в мягкой обложке, кожаные или тряпочные пеналы, тоненькие тетради и обычные пластиковые папки. Они проще и неказистее своих глянцевых собратьев, но весят на порядок меньше. Отправляйте детей на занятия со специальным ученическим ранцем с жесткой спинкой, не заменяя его сумкой, пакетом или ранцем с одной лямкой. Светлана Щербакова, Александр Листопад, Севинформбюро.